Бадминтон Съехались представители со всей России. Перечислять можно очень долго. Москва, Московская область, Калужская область, Самарская, Саратовская, Приморский край, Пермь, Новосибирск. Всего более 200 участников. По статистике, в настоящее время в бадминтон играет каждый пятый человек в мире, а в странах Азии каждый третий. В Россию бадминтон пришел более 50 лет назад. Регулярные занятия помогают развивать скорость, силу, гибкость, ловкость, выносливость. Происходят благоприятные воздействия на нервную и кардиореспираторную систему. Бадминтон – это очень энергичный вид спорта. Он очень хорошо развивает координацию движений. Плюс для глаз – это тренировка ежедневная глаз. Когда игроки со слабым зрением приходят, они 90% улучшают свое зрение. И есть программа, которая именно проводился опыт в течение нескольких месяцев. Слабовидящие занимались бадминтоном и зрение улучшалось. И поэтому его ввели в школьную программу. Сейчас бадминтон уже набрал обороты и дети сами приходят. Очень большие наборы в этом году и в прошлом. Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва ЦСКА по бадминтону считается одной из лучших в стране. Ее воспитанники успешно выступают на соревнованиях различного уровня. Мои воспитанники в старшем возрасте до 15 лет стали чемпионами России в командном турнире по бадминтону. Также в личном турнире завоевали серебро и бронзу. Очень много мы побеждали на всероссийских гран-при в течение трех лет. И вот сейчас второй раз мы участвовали в турнире «Переста России» по 2002 году. И в этот раз у нас хорошее достижение. Еще в этом году меня ожидает еще один турнир до 11 лет «Переста России». Мы тоже туда едем. Бадминтон – это не только соревнования, тренировки. Это еще и объединение молодых, активных, жизнерадостных, спортивных людей. Каждый занимающийся бадминтоном человек открывает для себя необыкновенный новый мир – мир спорта и веселого дружеского общения. Субтитры создавал DimaTorzok